Магистратура по робототехнике Казанского федерального университета активно продолжает свою работу. Данная программа стартовала лишь в прошлом году, но уже смело ставит перед собой весьма амбициозные цели. Например, предполагается, что новоиспеченные выпускники найдут работу по специальности не только в России, но и за ее пределами. Почему у меня такая уверенность в этом? Во-первых, за основу программы взята программа университета Карнеги Меллан, института робототехники, в котором я работал в 2012 году и наблюдал все положительные стороны этой программы, проблемные стороны. То есть я перенес идею этой программы на российскую действительность. А вторая причина, почему эта программа будет успешной, она читается на английском языке. То есть я сам, другие преподаватели ведем все на английском, и таким образом студенты получают самые современные знания. Читаться программа магистратуры по робототехнике будет на английском языке отнюдь не случайно. На то есть своя причина, причем довольно весомая. Представьте себе, чтобы опубликовать книгу, человек готовит материалы 10 лет, 15 лет, иногда даже больше, для того, чтобы она вышла в печать. Книга выходит в печать, это занимает еще несколько лет. И затем, чтобы получить эти знания на русском языке, мы ждем, когда кто-то переведет книгу на русский язык. То есть задержка в получении знаний колоссальная, и мы отстаем от того, что уже на Западе является общепринятым даже не трендом, а технологиями, внедренными в обучение. Магистратура по робототехнике ярко отличается от подобных программ. Еще бы, для обучения закуплен целый ряд современного оборудования, причем созданного по последнему слову техники. Один из примеров, вы видите, у меня на столе. Это корейский робот Darwin OP2. За моей спиной сидит другой робот Darwin OP3. Эти роботы используются также в процессе обучения на одном из предметов. У нас есть огромное количество датчиков, лазерных датчиков, камер, 3D-камер, которые мы также будем использовать в образовательном процессе. То есть такое оборудование не могут себе позволить большая часть вузов не только в России, но и за рубежом. Первый набор магистрантов данной программы был исключительно коммерческий. Но уже в этом году грядут изменения. Число будущих магистрантов значительно увеличено. Сейчас планируется включить 10 коммерческих и 5 бюджетных мест. Самые активные студенты бакалавриата уже начали задумываться о поступлении в магистратуру робототехники. Я собираюсь продолжить свое научное направление в этой сфере робототехники и поступить дальше сюда, выйти на робототехнику. К слову, совсем скоро будущие разработчики смогут продемонстрировать нам свои таланты, а возможно даже и научить чему новому. Увидеть и поучаствовать в сборке роботов можно на студенческом соревновании по робототехнике. Фишка мероприятия заключается в том, что все модели собраны из конструктора Лего, начиная с самых маленьких роботов и заканчивая суперроботами. Мероприятие состоится 19 января в стенах Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Унифер Ньюс.